Мне сегодня немного лень убирать всё, что находится за спиной, поэтому вы видите мой стол практически в том состоянии, в котором он обычно находится. Хаос. Да, сегодня мы и о хаосе поговорим тоже. Но для начала несколько вопросов. Почему стекло бьётся? Почему бумага рвётся, а алмаз нет? Почему графит крошится и почему он не растворяется в воде, как соль? Я не отвечу на все эти вопросы. Видите, даже коту скучно. Но, что важно, всё, что я назвал, это твёрдые тела. Почему же они ведут себя по-разному? Начнём с того, что далеко не все твёрдые тела имеют кристаллическую решётку, как тот же самый лёд. Например, существует множество длинных молекулярных цепочек, вроде той же ДНК, которые, даже если и будут образовывать связи с соседними молекулами, то представьте просто, как они будут являть своими длинными молекулярными хвостами. Это мешает образовываться кристаллической решётке. Интересно, что невозможно сказать, что какое-то вещество находится только в аморфном состоянии. У него могут быть аморфные области, а могут быть кристаллические. На сегодня мы поговорим больше именно о кристаллах. Молекулы воды образуют свою кристаллическую решётку за счёт наличия в молекуле положительно и отрицательно заряженных полюсов. Если вы помните, положительные полюса одной молекулы притягиваются к отрицательным полюсам другой молекулы и так далее. Создаются связи и образуется кристаллическая решётка. Но не во всех молекулах эти полюса есть. Например, взять молекулу кислорода, которая состоит из двух атомов кислорода. Каждый из этих атомов обладает абсолютно одинаковыми свойствами. И поэтому электроотрицательность у каждого из этих атомов тоже одинаковая. Они с одинаковой силой притягивают к себе вот эту вот пару электронов общую. Что значит, что ни у одного из этих атомов не будет образовываться недостатка или избытка электронов относительно другого атома. В целом молекула будет не заряжена, как и молекула воды. Но и у каждого атома не будет заряда, не будет полюсов. Такие молекулы, в которых нет заряженных полюсов, называются неполярными молекулами. Конечно, нельзя сказать, что неполярные молекулы совсем не образуют кристаллическую решётку. Образуют в узлах этой кристаллической решётки находятся молекулы кислорода О2. И связанные они друг с другом могут быть слабыми связями, как и инертные газы в твёрдом состоянии. Но так как эти связи слабые, нам понадобится очень маленькая энергия для того, чтобы эти связи разорвать. Поэтому температура плавления кислорода, перехода из твёрдого кристаллического состояния в жидкое, составляет всего лишь минус 219 градусов по Цельсию. Итак, в узлах некоторых кристаллических решёток могут находиться молекулы. Но не все вещества могут образовывать молекулы. Например, есть атомы углерода, которые, помимо того, что, конечно, они могут соединяться с другими атомами, например, водорода, образовывать такие вещества, как метан, CH4, или кислороды, образовывать СО2, углекислый газ. Они ещё могут соединяться друг с другом, с другими атомами углерода. И образовывать длинные углеродные ассоциаты. Например, если эти связи углерода будут простираться во всех трёх измерениях, соединяться с другими атомами углерода, то получится алмаз. В кристалле алмаза в узлах находятся атомы углерода. Эти атомы связаны своими общими валентными внешними электронами, как атомы водорода и кислорода в молекуле воды. И такие связи, за счёт того, что образованы общими валентными электронами, называются ковалентными. Ковалентные связи очень прочны, и поэтому алмаз так сложно разрушить. Но не всегда углерод соединяется со своими собратьями углеродиками в трёхмерные ассоциаты. Иногда он может образовывать двухмерную плоскость углеродную. Если у нас есть один такой углеродный слой, то это прям любимый материал 21 века, из которого сейчас чего только не делают. Называется он графен. И где-нибудь тут сейчас появится список тех применений графена, которые уже получают развитие. Если таких слоёв будет несколько, это обычный графит. Где он? Вот. Графит. Карандаш. Слои углерода в графите связаны слабыми связями. Опять же слабыми связями. Которые рвутся очень легко. И именно из-за этого, собственно, карандаши пишет. Из-за того, что слои отрываются друг от друга. Итак, в узлах кристаллических решёток могут находиться не только молекулы, но и атомы. Как мы говорили в начале ролика, соль крошится, как графит. Но попробуйте растворить и соль, и графит в стакане тёплой воды, и вы заметите, что соль растворится, а графит нет. Может быть, это как-то связано с их кристаллическими решётками? Да, ещё как связано. Изучая свойства растворов поваренной соли, учёные пришли к выводу, давно уже несовременный учёный, что соль состоит из ионов заряженных частиц, в то время как атомы углерода – это атомы, они не заряжены атомы. Обычная поваренная соль имеет формулу натрий-хлор, то есть состоит из атомов натрия и атомов хлора, если быть точнее, из ионов натрия и ионов хлора. Ионы натрия заряжены положительно. Это элемент первой группы, если вы помните. И он отдаёт свой электрон для образования связи. А когда он отдаёт электрон, у него нарушается баланс, электронов становится на один меньше, чем протонов в ядре. Поэтому он заряжен положительно. Хлор, он берёт этот электрон, если вы помните, у него огромная электроотрицательность. Не самая большая, но огромная. И из-за этого у него тоже нарушается баланс электронов. Электронов в оболочке становится больше, чем протонов в ядре. И он получает заряд минус один, а натрий плюс один. Такие частицы называются ионами, так и не образуются. А связь между ионами называется ионной связью. Вот, получается, что в кристаллических решётках могут находиться молекулы, атомы и ионы. Этот выпуск заключительный по теме химическая связь. Поэтому давайте обобщим самое главное, что мы узнали из этой темы. Первое. Электроотрицательность – это способность атомов притягивать чужие электроны. Второе. Связи бывают внутримолекулярными и межмолекулярными. Третье. Межмолекулярные связи бывают посильнее за счёт электрического притяжения разных полюсов молекул и послабее за счёт случайного смещения электронов. Четвёртое. Внутримолекулярные связи образуются за счёт объединения двух внешних электронов разных атомов в общую пару. Такая связь называется ковалентной. Пятое. Частные случаи ковалентной связи – связь ионная. Она образуется, когда разница в электроотрицательностях атомов, ну, очень большая. Шестое. Из-за разной плотности и упорядоченности связи вещества могут находиться в разных агрегатных состояниях. Твёрдом, жидком, газообразном, плазменном и некоторых других, о которых мы не упоминали. Седьмое. Твёрдые вещества могут быть кристаллическими и аморфными, но это вы знаете. В принципе, всё это вытекает из простейших концепций, состоящих в том, что мир состоит из атомов, а атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов. Дальше мы будем говорить о химических реакциях, о том, как они протекают, как вещества взаимодействуют друг с другом и, самое главное, почему это происходит. Не забывайте задавать себе этот вопрос. Почему? Но это уже после Нового года. А пока отдыхайте и удачных выходных. Пока!